Так, сейчас уже урок будет начинаться Дети, вы уже подключаетесь Давайте Ну что, готовы начинать наш урок литературы? Мои дорогие Надеюсь, что вы снова не уснете на середине урока А досидите хотя бы до конца Давайте начнем с переклички Так, Афанасьев Подключился Хорошо, ставлю плюсик Васильев Где Васильев? Ребята, где Васильев? Мы сегодня интернет включили Как же мы без Васильева будем Без моего любимого Васильева Ладно Так, дальше Евдушенко Катюша Катюша, солнце моё Привет Привет, Катюшенька Привет, привет Привет, привет Хорошо, что ты на месте Так, астапчан Астапчок 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 Где она со стапчок? В смысле приболела Астапчок приболела Ну ладно Потом с ней разберусь Так, дальше 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 Уставицкая Где? Уставицкая На месте Отличненько Уставицкая На месте Так 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 Яковенко Яковенко Здесь Супер Яковенко На месте Ну а что дети Приступим Приступим Кто помнит Какая у нас сегодня тема Какая у нас сегодня тема Да Мы будем продолжать заниматься Темой изучения Маленький принц Да Маленький принц Ну что ж Кто сделал Домашнюю работу? Да Да В смысле Никто не сделал Где вы забыли тетрадки? Что вы мне сказки рассказываете Лапшу на уши вешаете Где вы могли забыли тетрадки Если вы дома Нужно было составить план Маленького принца Кто нибудь сделал? Сейчас по списочку вызову Так Кого бы мне вызвать? Кого бы мне вызвать? Так 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 Чего у вас у всех лица такие напуганные? А? А? Что не сделали? Сейчас поставлю всем вам двойки Ладно не поставлю Вы же знаете что я добрая учительница Это самая добрая вас училочка Самая замечательная Мой котят Ну что дорогие Так Давайте я вам подиктую немного Открывайте свои тетрадки Так Ну Если вы потеряли тетрадки Можете на листике писать Вот так Значит у нас тема сегодня кстати очень важная Это мой любимый Самое любимое произведение Маленький принц Сегодня у нас такая тема Маленький принц и роза Вот Помните кто такая роза? Роза Ну Нет Это не девочка Это не подружка его Ну Хоть с другой стороны это подружка Но это не девочка Роза Это цветок Помните? Да Моя умничка Я поняла что ты читала Мне кажется что ты одна читала А все остальные Леньяи Ну 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 А чё 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 с вот Я его знаю Вот так вот Понаказываю Понаказываю Вот так вот Вот так вот Ну а чё ж Ну Вот так вот Понаказываюсь Вон так вот Вам что нравится когда я вас наказываю Заводите ещё Понаказываю Вот такие вот Матожки Милочки Ну чё ж Давайте поконспектируем Пишите Наряд Дум С Лисом Олицетворяющим дружбам Что значит олицетворяющим? Ну, да значит, он как бы олицетворял Ну, творил лицом Олицетворял Олицетворял В общем, не важно Наряду с Лисом олицетворяющим дружбу Большую, если не главную роль В повести играет У вас слышали этот звук? Что за звук такой странный был? Ладно, продолжаем Большую роль в повести Все успевают записывать, мои дорогие Большую роль в повести играет роза Которая символизирует любовь Ксюпери описывают розу Он и как бы намекал на свою жену Да, он очень любил свою жену И она была очень эмоциональная Вот прям как и я Ваша учительница, любимая Ну что ж Все успели записать? Все успели? Или вы медленные черепашки? Медленные такие Медляшки, черепашки Ну что ж А дальше Откуда вообще взялась роза в этом произведении? Дернышко роза случайно попало на планету принца Цветок вырос, распустился И маленький принц Он не смог Сдержать своего восторга Он сказал Боже, как А то у меня в животе прочитываешь Что кушать я хочу Засиделась с вами на этих онлайн уроках Все равно не платят ничего Давайте подождите Я пойду поем или попью что-нибудь Надо выпить Сколько я сил тратю на своих учеников Вы хотя бы цените меня Цените Все что для вас сделаю Надо выпить сейчас чайку Так Дольше Кушать хочется Сейчас одну минуточку я попью Продолжим Вы тоже можете что-то покушать или попить Вы же знаете Это на уроке ко мне с едой Надо приходить Я разрешу Я ваша самая добра учительница Да У меня вкусный чай А вы потому что хрупко едет Мои прокасники Солнышки Мой самый веселый глаз Самый любимый Обожаю вас Вкусный чай У меня термос новый Я вам сейчас Послушаю Он очень прикольно звучит Сейчас Послушайте дети Какие нереальные звуки У меня Не сдают Мой термос Не сдают Мой термос Да, давай говорим о солнышко, давай слушай. Да, 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 зернышко Розы. Дальше. Маленький принц так прям как будто влюбился в нее сразу, прям всей душой, всем сердцем. А Розы засомневалась, она говорит, это правда. И заметьте, я родилась вместе с солнцем, вот прям как я тоже родилась вместе с солнцем. А Маленький принц, конечно, догадался, что удивительная Костя совсем не скромна, она не скромница. И вот она его своей нескромностью прям так зацепила. И прямо с нее начала дух захватывания. Ой, что-то меня вырубило ненадолго, ребята, простите, пожалуйста, не могла никак подключиться. Ну что ж, продолжим наш урок. Так, на чем мы тут установились. Так, так, так. Какой трудный характер у этого цветка. Вот Роза ему рассказывала, что с ней делать, то есть какая инструкция. Вот у каждой девушки есть инструкция, что с ней можно и что с ней ни в коем случае нельзя делать. Так вот, умные девушки своим молодым людям сразу рассказывают, что с ними нельзя делать и что можно, что рекомендуется. Потому что молодые люди, они такие недогадливые. Они вот, ну, они ничего не понимают и с ним сразу не рассказать. Так вот, Роза рассказала, слушайте внимательно, когда настанет вечер, накройте меня колпаком. У вас тут слишком холодно, очень неуютная планета. Там, откуда я прибыла, Аня Маленький Принц и полюбил прекрасный цветок и рад был ему слушать. Но вскоре в его душе пробудили сомнения. Слишком много инструкций, слишком много этой Розе всего не нравилось. Такая требовательная была. Вот, и он принимал все ее слова близко к сердцу. А мог бы послушать и сделать все, как она говорит. Вот, послушалась бы и не было бы у них проблем никаких. Вот, и он говорит, значит, напрасно я ее слушаю. Никогда не надо слушать, что тебе говорят цветы. Это вот, как прям, 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 уж наговариваюсь. Блин, я уже не могу два слова связать, я уже заговариваюсь с вами. Ой, слишком много разговариваете в онлайн-уроке. Ладно, что я хотела сказать. Вот, прям как про женщин. Что вот только женщина начинает, если по свою душу рассказывать, вот, правду о себе, Козназу возникают вопросы. Где вам нужна вообще такая женщина, которая слишком много, слишком много размышляет, слишком много знает, такая умная. Вот, и, значит, этот маленький принц, он просто не умел радоваться тому, что у него было. Вот, не было у него этой розы, он жил одиноко. И ничего не было у него такого интересного. Она появилась, сразу ему стало интересно. Но, наверное, он был не готов к таким серьезным отношениям. Так, вот, еще он признался. Ничего я тогда не понимал. Надо было судить не по словам, а по делам. Вот это вот самая полежая мудрость. Он признал, что эта роза дарила аромат, озряла его жизнь светом. И запишите, пожалуйста, вот такую фразу. За этими хитростями и уловками он должен был угадать нежность, цветы. Вот такие женщины, так непоследовательные. Но я была слишком молода. Я еще не умела любить. Вот этот центр Ксюбери, он прямо как про себя пишет. То есть этот маленький принц, на самом деле он сам, понимаете. Вот. И однажды ему пришлось прощаться с Розой. Вы помните, это такой момент очень неприятный. У меня прям плакать хочется всегда на этом моменте. Когда он в последний раз болел и собрался накрыть колбаком чудесный цветок. Ему захотелось плакать. Вот я всегда плачу на этом моменте. Красавица ему не ответила. Еще бы, подонок. Прощайте, повторил маленький принц. Она кашлянула, но не от простуды. Я была глупая. Сказала она, наконец, прости меня и постарайся быть счастлив. И не слова упрека. Маленький принц был очень удивлен. Он застыл смущенный, растерянный, со стеклянным колбаком в руках. Откуда в ней появилась такая дивная нежность? Вот вы понимаете вообще глубину этого всего? Да что вы можете понимать? Вы же еще дети. Да, да. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Он слышал. Он. Нежные слова. Я просто не могу сейчас расплачивать. Такая... Такая... Романтичная, такая глубокая. Такая прям... Остросюжетная линия. Слушайте дальше. Мое вино, что ты этого не знал. Это не важно. Но ты был такой же глупый, как и я. Постарайся быть счастливым и оставь колбак. Он мне больше не нужен. То есть взорвано просто виду мала колбака, чтобы за ней так ухаживали. Но ветер не такая уж и простушенная. Ночная свежесть пойдет мне на пользу. И где цветок? Но звери, насекомые. Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если я хочу познакомиться с бабочками. Вот это прям цитата. Великая. Прям глубокая, глубочинная. Давайте запишем. Должна же я стерпеть двух-трех гусениц, если я хочу познакомиться с бабочками. Кстати, это прям как про Ютуб. Вот нужно стерпеть двух-трех хейтеров, чтобы наслаждаться бабочками, прекрасными подписчиками. Так, эти бабочки прелестны. А кто же станет меня навещать? Ты ведь будешь далеко. Так вот, эти бабочки будут ее навещать. И она в простой дедушевной показала свои шипы, которыми она будет обороняться от зверей. Она нигде ниже, это невыносимо. Решила уйти так ухать. Она не хотела, чтобы маленький принц видел, как она плачет. И что сделал дальше маленький принц? Он пошел смотреть на другие розы. Типичный мужчина. Просто самый типичный мужчина. Он не очень понравился. Но другие розы ему не очень понравились. Он просто сравнивал разные розы. Он понял, что его роза была самая лучшая. И он сказал, что ради других роз ему бы не захотелось умирать. А ради своей единственной... Это вообще не вопрос, не проблема. В общем, всю свою душевную травму он рассказывал Лизу. Своему лучшему другу. И, в общем-то, какую мораль... Давайте обсудим, какую мораль вы вынесли из этой сказки. Чему научила вас эта история? Кто мне ответит? Кто мне скажет? Да, давай, мое солнце. Ты у меня самый умный ребеночек. Давай. Да, да. Ты в ответе за того, кого приручила. Что это значит? Правильно. Правильно. Это прям про меня фраза. Вот я вас приручила. И всему научила. Я в ответе за вас, мои котики. Я в ответе за то, чтобы вы узнали литературу. Да. Боже, вы меня так радуете. Супер. Супер. Вот прям как будто бы я вас за всех приручила. У меня простороченные дети. Такие вот сладенькие малышочки мои. Ну что ж. У нас сегодня был очень продуктивный урок. Я прямо аж устала. Так много я давно не разговаривала. Наверное, с прошлого урока нашего. Я вам задам домашнее задание. Домашнее задание будет. Напишите, пожалуйста, небольшое сочинение. Ну буквально на пару абзацев. Почему Роза так поступила с маленьким принцем? Почему она сразу мне рассказала, что у нее на самом деле есть шипы? Что она и нормально болтится без голпака? Почему она это все от него скрывала? Вот почему она заставила его ухаживать за собой? Выполнять ее всякие приходи? Вот почему она так поступила с маленьким принцем? Напишите, пожалуйста, сочинение. Тем, кто напишет сочинение, я отправлю отличные стикеры. У меня новый набор стикеров. Я отправлю вам набор стикеров. И еще что-нибудь. Еще не придумала что. За самое лучшее сочинение. Я вам отправлю курьером. Конфетки. Моим сладким деткам. Ну что ж. Я целую вас. Я понимаю, мои кончики. Пока-пока. Пока. Можете отключаться. Терпливенько. Пока-пока. Пока-пока.